Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Муж разозлился из-за воспоминания старой ситуации, недоверия и не разговаривал уже три дня, не пропускать к себе, говорить, что не нужно. Но сегодня, на четвёртый день, он хоть и в грубой форме сказал несколько слов. Это хороший знак, он говорит, чтобы я не подходил к нему, что делать? Оставить на некоторое время в покое или подходить настойчиво? Здесь, в первую очередь, угадывается то, что вы как-то зависимы от мужа. То есть, здесь как-то угадывается то, что вы как будто бы не можете без него и как будто бы вот на такой постоянной основе к нему в этом смысле тянетесь. То есть, как будто бы вот вы прям-таки болезненно очень переживаете ситуацию, когда ваш муж, ну, скажем так, отвергает. И это, на мой взгляд, очень интересный момент. То есть, как вот получается, как получается так, что вам вот как будто бы очень тяжело, что муж вас опрекает. Мне кажется, что у этого должны быть причины. Мне кажется, что у этого должны быть какие-то основания. Мне кажется, что ваша, так скажем, тревожность по этому поводу должна быть с чем-то связана. Вопрос только заключается в том, понимаете ли вы с чем это связано или нет. Это, на мой взгляд, на мой взгляд, очень важный момент. Потому что если вы не понимаете, с чем это связано, если вы, ну, грубо говоря, сами себе не отдаёте отсчёта в том, что с вами происходит. Ну, конкретно в этой ситуации. То вам, конечно, будет очень тяжело. Тяжело. То есть, сейчас, по сути, на данный момент муж чувствует вашу зависимость от себя. Он чувствует, что вы в нём нуждаетесь. И это даёт ему, ну, определённую власть над вами, к сожалению. Хотите вы этого или нет? Нравится вам это или нет? Ну, вот так в данном случае произошло. И вопрос здесь заключается в том, чтобы вы постарались сами на себя опереться. Вопрос здесь заключается в том, чтобы вы постарались посмотреть, как я здесь себя чувствую. Какая я здесь отвергнутая, обиженная, да? Ну, которая вот пытается там прощение заслужить. Виноватая может быть. То есть, вот такой важный момент тоже имеет значение. Конечно. Дальше. Старая ситуация, которую вы описываете, ну, она, эта старая ситуация, конечно, болезненная и неприятная, скорее всего. Это правда. То есть, от этого, ну, наверняка, никуда не деться. Другой вопрос в том, что эта ситуация, как мне кажется, не решена до сих пор. Несмотря на то, что прошло и время какое-то, да, и как-то вы, наверное, ну, решили этот вопрос, ну, как мне кажется. Вот. Но ситуация не решена, по-прежнему. Значит, что? Значит, вы не прожили эту ситуацию до конца. Вы ее не разобрали. Вы не вынесли из нее, из этой ситуации, то, что нужно вам. Это довольно такой интересный момент, как мне видится. Потому что, если вы в ситуации, ну, ситуацию до конца не смогли прожить, потому она, эта ситуация и остается такой. До сих пор. Потому она, эта ситуация и вызывает такие чувства у вашего мужа. Неприятно она ему чем-то. Понимаешь, да? Тут нужно, на мой взгляд, только рассмотреть, что именно ему неприятно. Потому что, ну, вот, например, я пока, допустим, этого не знаю. Кто кому не доверяет, у кого с кем проблемы и трудности, что это за ситуация? Не я. Ну, пока, пока что, вот, на данный момент. И если мы здесь говорим о недоверии, ну, я имею ввиду, недоверии, например, мужа вам или вашего недоверия мужу, то, конечно, мы здесь говорим о чем? Мы здесь говорим в первую очередь про отсутствие доверия себя. Ну, вот, в первую очередь мы говорим об этом. Что, вот, ну, как-то я себе не доверяю вообще-то. Как-то вот себе мне доверять сложно, на себя полагаться сложно. И поэтому я пытаюсь опереться, пытаюсь опираться на мужа. Ну, или на вот кого-то еще, да, ну, в смысле вот на, ну, на других людей. Какая-то тут, эээ, вот такая история, наверное, получаю. То есть кто-то, кто-то на кого-то пытается опереться. Вопрос только заключается в том, как вы к этому приходите. То есть как вы приходите к тому, чтобы вот опираться на, ну, друг на друга, скажем так. Ну, вряд ли это происходит прямо-таки самопроизвольно, да? То есть, ну, на мой взгляд, по моему мнению, это происходит... вот, скажем так, полуосознанно. Например, такое вот полуосознанное поведение. Когда, ну, мне вот в какой-то степени, да, немного, может быть, трудно замечать вот эти вещи. Потому что как-то я вот и к себе отношусь, да, может быть, не очень хорошо. Вот, как-то я себя там, может быть, эээ, ну, обесцениваю, вот, ну, почему-то, да? Например. И так далее. Дальше вы говорите, что, эээ, значит, вы, эээ, что он, вот, эээ, ну, прост вас, эээ, чтобы вы к нему не подходили. Ну, это, эээ, нормально, потому что человеку, ну, на самом деле, эээ, как бы может, эээ, ну, не, не нравится, эээ, то, что, эээ, ну, его, его, ээээ, ну, беспокоят. То есть он на самом деле может испытывать, эээ, нежелание сейчас с вами общаться. Вот. Конечно, это может быть и манипуляцией, безусловно. Никто не отрицает, что это может быть манипуляцией. Ну, может и, эээ, просто не хотите с вами общаться. То есть, ну, может быть, вот, эээ, как, как-то вот, эээ, просто человеку сейчас, ну, ну, больно. Да? К примеру. Такое вот тоже вполне может быть. И если, ну, опять же, вы своего мужа знаете, вы знаете, ээээ, ну, как бы, то, что он говорит. Это верно ли или нет? Мы этого знать не можем. Почему вы, ээээ, ну, вот, как бы, спрашиваете нас, подходить ли к нему или нет? Как будто бы, эээ, ну, как будто бы вы не уверены в себе здесь, как будто бы вы боитесь чего-то, стыдитесь чего-то. Эээ, ну, эээ, стесняетесь, может быть, с, ну, с, эээ, ну, с себя, допустим. Да? А самое, конечно, главное, это то, что, эээ, вы чувствуете вину. Это, пожалуй, вот, ээээ, в этой ситуации, это самое главное, что вы чувствуете вину. Что я виновата перед, ээээ, ну, перед, эээ, своим мужем, получается. И важно увидеть. Постараться увидеть. А за что же вы виноваты? Ну, 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 вот, ээээ, как бы, прежде чем, ээээ, прежде чем себя виноватить, да? Вот. Как-то, поразмыслить, а, в принципе, а за что я виноват перед ним? То есть, ну, вот, что я сделал, что я хотел сделать, да? А, если, ээээ, если, ээээ, вашего мужа, ээээ, скажем так, ээээ, шпопа, и, ээээ, отвращает сейчас от вас, то это то, что вы чувствуете себя виноват. Если ему, ээээ, ну, вот, не нравится, что сейчас, то только то, что, вот, вы, ээээ, чувствуете себя виноват. Он это может воспринимать как, ну, как некую, как некое такое, знаете, как некую такую манипуляцию собой, то есть, типа, вот, ээээ, мне плохо, я виновата, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот, поэтому, ты меня прости, а он может вот прощать вас, ну в этом смысле, не хотеть, не может сделать. И вам это сложно, ну как бы, ну выдерживать, вот. Вам, ну может быть, тяжело это выдержать. Вопрос здесь заключается в том, почему. Понимаете, то, как вы описали ситуацию, я бы, конечно, сказал, что где-то вы очень себя принижаете, ну в каких-то моментах вы себя очень принижаете, а где-то, в каких-то моментах, в неожиданном, в том числе и для себя скорее всего не, неожиданном, вы себя, наоборот, возвышаете. Вот. И это, на мой взгляд, вот подобное, ну как это сказать, подобное может быть, ну не состыковка, да, она может как раз таки вызывать вот какие-то негативные реакции, негативные эмоции со стороны вашего мужа. Это недостаток четкости вашей позиции. Вот. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощь, буду рад вам помочь, может быть, даже вместе с мужем, когда он остынет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!